здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачком в этом видео я врач диетолог натуропат борис скачков расскажу вам как повысить тромбоциты в крови быстро и вылечить тромбоцитопению в домашних условиях я имею достаточно большой опыт в этом вопросе более 20 лет занимаюсь лечением тромбоцитопении часть информации была опубликована в материалах научного симпозиума в киеве в октябре 2018 года вы статье лечение тромбоцитопении натуральными средствами среди моих пациентов уже у двух пациентов ремиссия сохраняется более 20 лет прежде чем рассказать основы своей системы лечения тромбоцитопении в домашних условиях я бы хотел бы сделать акцент на том кому же это важно а важно всем у кого когда-либо были синяки на ногах либо на теле если вы считали что вас повышена хрупкость сосудов то возможно у вас как раз другая проблема иными словами периодически снижается уровень тромбоцитов в крови одной из моих пациенток был выставлен диагноз тромбоцитопения после второго инсульта и я понимаю возраст был бы почтенный всего 11 лет когда сосуды должны быть эластичны но у низкий уровень тромбоцитов не смог вовремя остановить кровотечение и проблем появилась часть нервной ткани было потеряно но произошло как произошло поэтому я бы советовал контролировать периодически хотя бы один два раза в год уровень тромбоцитов тем кто имел когда-то синяки на ногах синяки на теле подросткам до полового созревания обоего пола а также девушкам которые уже прошли половое созревание вне зависимости от возраста этой девушки будет 15 лет 20 30 50 70 или стоп ей нужно регулярно контролировать уровень тромбоцитов потому как генетически ослабленная работа печени приводит тому что тромбоцитопения практически женский диагноз посмотрите статистику вы видите разницу между мужчинами и женщинами у женщин тромбоцитопения раз в десять чаще однако и мужчины не лишены этого удовольствия случае если у вас есть гепатит жировой гепатоз тата гепатит не дай бог цирроз печени в любом случае если печень ослаблена работа печени ослаблена токсины будут накапливаться в крови по причине слабости работы печени и что я советую делать в домашних условиях для того чтобы поднять уровень тромбоцитов в крови и вылечить тромбоцитопения на первое место я бы поставил стресс эмоциональный когда у вас стресс стрессовые гормоны надпочечников блокируют выделительную функцию и печени и почек иными словами токсины начинают накапливаться в крови и чтобы не пострадали более жизненно важные органы либо системы тромбоциты их нейтрализуют в этом случае их начинают замечать иммунная система замечу нормально работающая иммунная система вот такие измененными токсинами тромбоциты начинают замечать и уничтожать и уровень токсинов в крови вместе с тромбоцитами снижается да они уходят токсин приходит новый и работа иммунной системы продолжается и чем ниже уровень тромбоцитов тем выше степень опасности поэтому я бы советовал вам правильно работать головой если вы не знаете как выйти из стресса либо справиться с тем стрессовой нагрузкой которая вас окружает не вопрос можно индивидуально подобрать и препараты которые улучшают работу мозга если вам нужна консультация психолога вы также можете по моим контактам обратиться я вам подскажу координаты психолога который поможет вам вылечить тромбоцитопению избавившись от стресса на второе место я бы поставил все-таки индивидуальную экологию экологию вашем жилище экологию на месте работы если у вас работа связана с профессиональными вредностями думаю что настало время сменить работу вы очень серьезно рискуете своим здоровьем если работаете в не самых лучших условиях при наличии тромбоцитопении домашних условиях несколько проще я знаю группу средств по уходу за телом которую можно использовать при наличии тромбоцитопении они достаточно безопасны а значит меньше работы будет вот выделительные функции печени почек по очищению крови и тромбоцитом будет лучше удерживаться в кровеносном русле создавая вам определенную степень безопасности на третье место я бы поставил выбор рациона питания и когда говорят что растительная пища только в свежем в сыром виде содержит достаточно много полезных веществ прекрасно я прекрасно вас понимаю в случае если у вас тромбоцитопения то растительная клетчатка которая находится в сырой растительной пище грубо раздражая вашу пищеварительную систему может вызвать кровотечение и несущественно кровотечение будет пищеводное желудочное кишечное в любом случае резко увеличивается угроза для вашей жизни потому что такое кровотечение можно заметить спустя сутки двое по характерным выделениям из кишечника а за это время можно потерять много крови а можно даже и умереть поэтому выбор сырая растительная пища либо термически обработанная при наличии тромбоцитопении он однозначен только термическая обработка делает растительную клетчатку более мягкой а значит она не будет раздражать вашу пищеварительную систему и повышать риск кровотечения который незаметно сразу есть группа продуктов которые даже после тепловой обработки при тромбоцитопении противопоказаны я имею ввиду некоторые ягоды клубника земляника малина который содержит мелкие косточки когда вы будете кушать эти ягоды даже после тепловой обработки косточки сохраняют механическую прочность а значит могут вызвать кровотечение поэтому если вам хочется сырую растительную пищу вот этот ваш выбор пейте сок малины с клубники земляники и других ягод которые содержат косточки в этом случае термическая обработка исключается на только сок ни в коем случае не ягоды далее на следующее на четвертое место я бы поставил режим питания для того чтобы ваша печень эффективно очищала кровь вы должны кушать 45 а может быть и больше раз в день только в этом случае ваша печень эффективно желчу выбрасывает те токсические вещества которые были накоплены в кровеносной системе ваши тромбоциты живут дольше время кровотечения меньше угрозы для вашей жизни для вашего здоровья становится минимальной если вы хотите кушать реже это говорится ваш выбор в этих условиях ваша печень может не успеть очистить кровь от всех токсинов которые в ней находятся и низкий уровень тромбоцитов вам об этом покажет мой опыт лечения тромбоцитопении показывает что все таки не реже 4 раз в день нужно принимать пищу и пища должна устная пища должна быть умеренно жирная ну и первый компонент который важен я уже о нем рассказал вся пища после тепловой обработки это важно и для того чтобы растительная клетчатка активировалась и чтобы в вашей организме попадали новые возбудители бактериально-вирусных грибковых инфекций а также глистных и паразитарных инвазий токсины которые будут нагружать выделительную функцию печени почек могут оставаться в крови снижать вам уровень тромбоцитов также я бы советовал вам правильно относиться к пищи животного происхождения если вы не умеете правильно готовить блюда из свинины говядины телятины баранины и других видов красного мяса то исключить нужно полностью из рациона потому как в этих продуктах питания вернее у этих животных обмен веществ идет очень интенсивно образуется очень много белковых токсинов которые могут не успеть выделить из кровеносной системы ваши уже почки они накапливаются и появляется проблема снижается уровень тромбоцитов крови иными словами чтобы повысить уровень тромбоцитов быстро нужно красные виды мяса исключить также я бы советовал вам правильно относиться красной рыбе очень часто она используется не дикорастущие а подкрашенные для того чтобы у вас товарный вид этой рыбы для вас был лучше а эти токсические вещества также очень нежелательны для тромбоцитов и могут легко их снижать очень важно в системе образа жизни снизить уровень физической активности до режима самообслуживания просто при любой физической нагрузке повышается уровень артериального давления а это тестирует ваши сосуды на механическую прочность если где-то даже самый мелкий сосуд не выдержит при низком уровне тромбоцитов может быть кровотечение и прекрасно если у вас будет кровотечение из носа она спасло вам жизнь потому что не выдержали эти сосуды а сосуды мозга остались целыми хуже значительно если вы носовые кровотечения будете устранять прижиганием да лор врач может помочь вам это сделать но теперь у вас резко повышается риск инсульта и это нужно тоже правильно использовать безусловно я вам рассказал основу своей системы лечения тромбоцитопении в домашних условиях оно применимо в любом случае неважно вам нужно лечить тромбоцитопении у детей либо взрослых у мужчин или у женщин после перенесенного гепатита либо при наличии жирового гепатоза любого цирроза печени после химиотерапии в любом случае эта система это основа есть безусловно если вам нужно ускорить лечение тромбоцитопении. или если у вас уровень тромбоцитов в крови слишком низкий. эту систему можно использовать при тромбоцитах 100 тысяч и выше. то есть при небольшом снижении тромбоцитов. когда уровень тромбоцитов в крови достаточно безопасен. и можно поддерживать работу вашего организма в домашних условиях. если количество тромбоцитов в крови ниже. либо вы хотите быстрее поднять тромбоциты. безусловно здесь нужны более интенсивные методы помощи вашему организму. нужно разрабатывать программу лечения травами. чтобы усилить работу печени и почек по очищению вашей крови. и ни в коем случае не усилить работу иммунной системы. а также я не советовал вам использовать некоторые лекарственные растения. которые часто используются при лечении тромбоцитопении. я имею ввиду крапиву. я имею ввиду кунжут семена. масло кунжута. бессмертник и некоторые другие растения. в которых содержится много витамина К. безусловно уровень тромбоцитов они поднимают быстро. цена вопроса другая. они не кровь помогают вам очистить в большей степени. они стимулируют выработку тромбоцитов в костном мозге. вот здесь на клеточном уровне. и если у вас не было милодиспластического синдрома. он может вскоре проявиться. и такое дешевое лечение тромбоцитопении. может закончиться необходимостью пересаживать костный мозг. цена вопроса сто сто пятьдесят. а может быть и больше тысяч долларов либо евро. такое лечение тромбоцитопении даже врагу не посоветую. даже если у него есть эти деньги. потому как я люблю создавать резервы. они их используют. если вам нужно больше информации по очищению своего организма. по улучшению работы печени и почек. не вопрос. одна из самых любимых книг. секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки. эта книга полезна не только при наличии тромбоцитопении. но и вообще расширяет немножко круг разор. расширяет ваши знания в системе под названием здорового вражизни. а также очень часто используют и запрещают тромбоцитопении кофе. я знаю как приготовить кофе правильно. для того чтобы тромбоциты не падали. и такая книжка почти все о кофе тоже мною опубликована. ну а пока вы думаете что вам делать. я на этой позитивной ноте это видео все-таки буду заканчивать. если оно принесло вам пользу. вы понимаете что не самый простой диагноз тромбоцитопении. возможно он у вас есть. вы просто о нем не знали. сделайте анализ крови и спите спокойно. а пока вы думаете что вам делать. можете поставить на это видео лайк. можете сделать репост. а я подумаю как лучше написать следующее видео. и опубликовать на своих видео каналах. доктор скачков и школа доктора скачков. это youtube. а также школа доктора скачков instagram. до новых встреч. до новых встреч. до новых встреч.